Здравствуй, страна! Здравствуй, Россия! Здравствуй, трудовой народ! С юбилеем Великого Октября! Ура! Ровно сто лет назад трудовой народ нашей страны высоко поднял красное знамя от России. По всей планете разлетелись легендарные ленинские призывы, требующие мира, требующие землю крестьянам, требующие отдать заводы рабочим, требующие установить реально советскую власть, власть трудового народа. Хочу сказать, что его призыв услышали на всех концах планеты. Услышали прежде всего те, кто умом и талантом создает главные ценности на земле. Услышали солдаты, проливающие кровь и гниющие в окопах Первой мировой войны. Услышали друженики колоний, из которых капитал выжимал последние соки. Не просто услышали, а активно поддержали. Зал Авроры раскатился по всей планете, неся марсиско-ленинские идеи, которые преобразовали мир. Свет крейсера Авроры осветил не только Дворцовую площадь, но и пронизал вековое капиталистическое рабство за ее о том, что рождается новый мир. Так и родилась великая советская держава, которую возглавил Владимир Ильич Ленин. Всякая лживая, циничная и мерзкая возня тех, кто пытается переписать историю и пережернуть великий подвиг наших дедов и прадедов, она обречена на поражение. Хочу вам напомнить, что советская страна во главе с Лениным тогда ответила на все вызовы времени. На империалистическую войну одни ответили декретом о мире, декретом демократическим без аннексий и контрибуций. На голод и разруху, декретом о земле, планом ГОРО и невинными темпами экономического развития. На нашествие интервентов антанты они ответили железной поступью батальонов пролетариата и пятимиллионной Красной Армии, которая расколотила всю эту сволочь и выбросила за пределы Советской Республики. Сегодня говорят, мы были слабые. Нет, как раз мы оказались после ленинско-сталинской модернизации ведущей державой мира. Вся сволочь мира ненавидит Ленина и Сталина только за то, что из страны, которая сгорела в Первой мировой войне и была растерзана, находилась в полуграмотном состоянии, они за 20 лет превратили супердержаву, увеличил потенциал в 70 раз. Советская страна на нашествие гитлеровской Германии ответила прежде всего невиданным героизмом Брестской крепости. Она сумела ответить битвой под Москвой, где развеяли миф о непобедимости гитлеровской армии. Она сумела показать потрясающую стойкость Ленинграда и Сталинграда и сломала хребет фашистскому зверю у меня на родине, на Орловско-Курской дуге. Знамя, красное знамя над Рейстагом, это знамя Ленина, знамя Октября, знамя победы социалистического строя. Сегодня говорят о том, что вы не умели работать и тех слушали, и так шли. Это полный чушь. Заявляю специально для молодых. Российская империя потерпела сокрушительное поражение в подрядных войнах. Крымской, русско-японской с потерей территории изгорела в Первой мировой войне за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Советская страна через 20 лет воевали те же люди, расколотила фашистскую Германию. Советская страна даже в 42-м году, когда немцы стояли под Сталинградом, в два раза тратила на образование больше, чем сегодня, а в 45-м в пять раз больше, чем тратят нынешние Российские Федерации. В 58-м году в Брюсселе собрались все страны мира, демонстрируя свои достижения. Наш советский павильон был самый массовый, самый посещаемый. Там они впервые увидели спутник, который гостил у Всевышнего. Там они были потрясены атомной станцией, которая уже работала на мир. Они там увидели первый в мире самоходный комбайн, который изготовили рабочие экзенеры Россельмаша. Там они с восторгом смотрели на научные достижения нашей державы. Многое посыпалось только тогда, когда в 91-м выродившееся политическое руководство предало идее октября и встроилось в хвост дядю Сэму. Нынешняя Российская Федерация производит не 20% мировой промышленной продукции КССР, а всего 3%. Советская страна давала каждое третье научное изобретение в мире, а мы сегодня растерели полтора миллиона классных специалистов, которые разъехались по свету. Советская страна производила полторы тысячи летательных аппаратов, которые обеспечили все континенты. Каждый третий пассажир в мире летал на илах и тушках. Советская страна предложила лучшую социальную систему, которая защищала каждого друженика, и все мы этим гордились. Я заявляю вам, что временное отступление нашей страны от социализма в 91-м будет преодолено. Сегодня пример вывода страны и мира из мирового кризиса показывает коммунистический Китай. В прошлом веке два системных кризиса закончились двумя мировыми войнами. Из первого вытащил Великий Октябрь, из второго – Великая Победа в мае 45-го. Сегодня локомотивом мира является Китай, который стал сверхдержавой и который прямо заявил на прошедшем съезде, «Свет Октября», «Залпы Авроры», «Марсизм» является фундаментом построения социализма с китайской спецификой. Сегодня блестящий пример показывает героическая Куба, которая сражается рядом в 90-х милях США, показывает потрясающий подвиг, достоинство, чести и мужества. Сегодня блестящий трудится братская Белоруссия, которая строила все советское и уверенно двигаться вперед. Сегодня классно работают трудники, наши друзья во Вьетнаме, которые дают одни из лучших показателей в мире по темпам развития. Нам есть чем гордиться, есть на что опираться, есть куда стремиться. Хочу прямо заявить, что праздник Октября – это праздник не прошлого, а праздник будущего. Свет социализма снова взойдет над Россией и всем миром. Да здравствует юбилей Великого Октября! Да здравствует народ победителей! Да здравствует корректистям! Ура! Ура!